Девочки, всем большой привет! Сегодняшнее видео будет про макияж, такой вот осенний, яркий, активный, с красивыми яркими губами. В общем, если вам такой макияж по душе, если вам просто хочется собраться вместе со мной, то я прошу вас, усаживайтесь поудобнее и давайте собираться вместе. Макияж несложный, на все про все я потратила минут 10. Потребуется нам минимум декоративной косметики, поэтому давайте приступать. Итак, давайте начнем. Прежде всего я убираю волосы, для того, чтобы они мне не мешали наносить декоративную косметику. Беру спонж Real Techniques, очень он мне нравится, девочки, просто must-have. Далее сегодня я беру тональную основу от Guerlain, она мне очень нравится, она помимо всего прочего отлично ухаживает за кожей, если верить словам производителя. Обладает лифтинг-эффектом и подойдет для девушек от 25 лет. Достаточно плотная, хорошо ложится, не оставляет разводов, все аккуратно, красиво. Вот, как видите, спонжем я работаю достаточно быстро и аккуратно. Обязательно прорабатываю область шеи, для того, чтобы не было видно границ. Еще раз быстренько прохожусь для ровного и красивого цвета лица. Далее беру консилер, неизменный Bourjois, и при помощи того же спонжа прорабатываю область под глазами, для того, чтобы не было видно моих темных кругов, следов недосыпа. Все это тщательно маскирую. Далее наносим базу для теней. У меня это ламель. Не могу сказать, что она мне прям очень нравится, но тени держатся около трех часов. Я думаю, что на каждый день, в принципе, подойдет. Далее наношу базу на губки, для того, чтобы увлажнить их, смягчить, чтобы помада или блеск лучше ложилась. Далее беру палетку от Inglot, свой любимый оттенок розовенький, и он у меня будет служить базой под остальные оттеночки. Далее беру Naked, мою любимую палеточку, и наношу такой темный оттенок на подвижное веко. Хорошенечко растушевываю, прорабатываю эту область, для того, чтобы не было видно границ. Девочки, мне не совсем удобно, конечно, смотреть в камеру, прошу прощения. Вот, ну я старалась максимально вам показать. Далее беру такой более светлый оттенок, но тоже в коричневых тонах. Наношу также на подвижное веко, далее беру темный и рисую, ну что-то наподобие стрелки, и растушевываю по линии роста ресниц. Очень хорошо растушевываю, для того, чтобы тоже не было видно границ. Далее прорабатываю нижнее веко тем же самым оттенком темным, который я ложила на внешний уголочек глаза. Также хорошенько стараюсь растушевать. Беру специальную кисточку, которая в этом мне помогает. Брови я, кстати, недавно окрашивала хной, поэтому они не нуждаются в каком-то, в таком, знаете, какой-то тщательной прорисовке, поэтому брови я особо не трогаю. Далее прорабатываю слизистую черным карандашом. Вот, мне нравится этот лайфхак. Мне кажется, глаз тогда становится более ярким. И так же растушевываю. Далее я просто фиксирую брови, для того, чтобы они имели лаконичную форму, выглядели более красиво. Далее, конечно же, я прорабатываю бронзером свои скулы, для того, чтобы лицо было более рельефным. У меня уже заканчивается, вот, к сожалению, нужно искать что-то новое. Но он мне очень понравился. От души могу вам его посоветовать. Далее я беру такую штучку от Beauty Ukrainian, по-моему, так называется этот бренд. Поправьте меня, если я ошиблась. И это такой запеченный бронзер. Очень интересный, мне кажется, он такой осенний. Далее беру палетку от Inglot. И самым светленьким оттенком, шиммером, наношу под брови, для того, чтобы все это дело выглядело красиво. Макияж был более свеженький. Прорабатываю галочку на губе верхней. Для визуального увеличения губ. И это все тоже растушевываю. Завершающий штрих мы красим реснички и красим губы. Губы я крашу карандашом с Алиэкспресс, по-моему. И сверху просто наношу блеск Dior. Но, девочки, по окончанию своего макияжа я поняла, что мне хочется более ярких губ. Поэтому я добавила помадку GOSH для того, чтобы губы были более яркими. Как бы наш образ готов. Такой легкий осенний макияжик. Как по мне, он не сильно яркий. Вполне его можно носить и в дневное время суток. Спасибо за то, что были со мной. Всем пока-пока.